Дай почитать Если вы, дорогие слушатели, ее не листали или не читали, рекомендую «Книга Патриота. Полная история великих достижений». Читается на одном дыхании, много иллюстраций и интересных фактов. Но главное – это книга побед нашей страны, книга торжества духа, разума, воли нашего народа. Это наша история и попытка заглянуть в будущее. После прочтения книги «Патриота» так и хочется произнести фразу из гимна 2001 года «Слався, страна, мы гордимся тобой». И одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Итак, в книге несколько разделов. Разумеется, все начинается с истории и содержания государственных символов России – гимн, герб, флаг. Из раздела «Географические и природные особенности России» мы узнаем, что Россия имеет самую большую в мире территорию, площадь лесов, площадь черноземов. Что Россия занимает первое место в мире по запасам питьевой воды, по запасам поваренной соли, торфа, по разведанным запасам природного газа, олова, цинка, необия, рудничного и рафинированного никеля, железных руд, алмазов, серебра. Второе место по доказанным запасам угля, по разведанным запасам золота и многое другое. В разделе «История» события, которыми мы гордимся, кратко описаны наиболее значимые памятные даты военной истории России. Например, Ледовое побоище, Куликовская битва, освобождение Москвы, Полтавское сражение, взятие Очакова, переход Суворова через Альпы, Бородино и, разумеется, мужество советских солдат в Великой Отечественной войне. А также войны и военные кампании в Афганистане, Южной Осетии, операции в Сирии и освобождение Алеппо. Среди научно-технических достижений России можно назвать изобретение радио, освоение космоса, электрическую дугу Петрова и многое другое. Любопытные разделы под названиями математики, писатели, художники и тому подобное, которых знают во всем мире. Итак, например, математики, Лобачевский, Келдыш, Ковалевская, Калмогоров, Перельман, Медицина, Пирогов, Сеченов, Боткин, Склифосовский, Мечников, Бехтерев, Бурденко, Бакулев, Историки, Никон Печерский, Нестор Летописец, Карамзин, Соловьев, Ключевский, Гумилев, ну и, конечно, русские писатели, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, Булгаков, Набоков, Солженица. Несколько страниц посвящены русскому языку, одному из самых распространенных в мире. Итак, 162 миллиона человек говорят на русском языке, а для 110 миллионов это второй родной язык. Итак, дорогие слушатели, читаем книгу Патриота. До новых встреч! Дай почитать!